Круглосуточная аптека полного цикла «Мособлсервис» на Краснознаменской улице – одна из 58 в Подмосковье, где ПЦН гарантированно получает льготные лекарства, включая сильнодействующие обезболивающие препараты. Открылась в конце прошлого года и уже показала свою востребованность. Каждый месяц здесь обслуживается 1300 рецептов федеральных и региональных льготников. С этой аптеки начал инспекцию Региональный общероссийский народный фронт во главе с Юлией Белиховой, который поручили проверить исполнение нацпроекта здравоохранения. В городском области у нас 10 аптек, из них 9 отпускают в группу. И один аптечный код – это перенаживание центра. В аптеке есть всё, что доктор прописал. В этом помогает автоматизация закупок. Нужный препарат доставляется на второй или третий день после обращения. О поступлении медиков пациент уведомляет по СМС. До конца года в Московской области сеть государственных аптек увеличится до 62. Прекрасная сеть аптек, те, которые сегодня созданы, но не хватает их в отдалённых поселениях. Будем поднимать вопрос перед Министерством здравоохранения Московской области, чтобы ФАПа в фельдшерских и акушерских пунктах можно было продавать те лекарственные препараты, которые находятся в обиходе для того, чтобы не ехать в центральную часть для покупки в центральную аптеку. Общественники зашли на площадку устроящегося на той же Краснознаменской улице Диализного центра. Сроки сдачи объекта затянулись. За это время в городе открылся другой, и острая необходимость в новом учреждении отпала. Но есть наркологический диспансер, который находится по соседству в деревянном здании. Мы будем предлагать сегодня на нашей площадке Общероссийского народного фронта о том, чтобы это здание часть отдать всё-таки под наркологический диспансер, часть под гемодиализ. Представители народного фронта посетили первый в Щёлкове действующий идеализный центр «Гиппократ» в здании бизнес-центра на Малоприлитарской улице. С его открытием пациентам из Щёлкова не нужно ездить на процедуру в другой город. У нас 32 постоянных пациента сейчас. Мы можем рассчитывать и на большее число, потому что только в чистом зале у нас 8 мест. Пока работает по понедельникам, средам, пятницам 3 смены. В вторник, в четырех субботу пока 2 смены. В отдельном зале, рассчитанном на одновременный приём трёх человек, проходит гемодиализ пациента с диагнозом ВИЧ и гепатит. Диализникам было около 80 дней, и остаются примерно в городском округе Щёлкова. Район всё-таки очень протяжённый, от Фрианова до Монина. И сейчас нет жалоб по данному направлению. Юлия Белихова посмотрела ремонт комплекса зданий второй больницы на Парковой улице. В поликлинике для взрослых выполнен ремонт. Запись к врачам на 80% ведётся в электронном виде. «Хватает специалистов? Узких специалистов не хватает. У нас пока нет врача-пульмонолога, нам бы ещё одного врача-кардиолога и эндокринолога». «По остальным специалистам куда обращаются граждане, которых не хватает?» «Мы направляем в маньяки, в учреждения второго уровня, либо в мытищи». Привлекает кадры больница высокая по меркам Московской области заработной платой. «Мы абсолютно чётко выполняем указанные показатели. То есть 93 тысячи врачей, около 50, средний персонал. Это первое. Второе, администрация оказывает достаточно серьёзную поддержку в рамках компенсации аренды жилья». Компенсация в 15 тысяч в месяц выплачивается нагородним врачам за съёмное жильё. Этим подспорьем пользуются 62 человека. Другим администрация городского округа предоставляет жильё служебное. «Один из этапов выполнения областной программы развития здравоохранения Московской области входил ремонт урологического отделения Щёлковской районной больницы номер 2. Главный объект, который был здесь отремонтирован, это, конечно, операционная. Раньше её здесь не было. Сегодня она оснащена самым современным оборудованием». «Прежде всего мы проверяли те вопросы, которые были поставлены в прежние годы ОНФ перед руководством Щёлковского района непосредственно в здравоохранении. Сегодня часть вопросов мы видим, что она снята, в том числе капитальный ремонт больницы. Вопросы есть сегодня сосудистой хирургии. Мы для себя взяли на контроль ряд вопросов, которые мы включаемся и будем поднимать на уровне области, ну и, соответственно, на уровне федеральном для того, чтобы помочь жителям Щёлкова». Михаил Налётов, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щёлково».